На сегодняшний день Астанинский район обслуживают сотрудники двух мусороуборочных фирм. Вывоз осуществляется без перебоев, заверили в местном Акимате. Частный сектор очищается несколько раз в неделю, квартирные дворы ежедневно. Однако часть из 375 контейнерных площадок района на данный момент разобрана и вокруг контейнеров валяются кирпичи. Как, к примеру, вокруг площадки во дворе перекрестка улицы Оспаново и проспекта Былкарихана. Вы сказали, что на перекрестке Оспаново и Былкарихана разобранная контейнерная площадка. То есть контейнеры стоят, а вот площадка саморазобранная, вот эта кирпичная стенка. Вы планируете какую-то реновацию или с чем это было связано, что ее разобрали, эту площадку? Да, у нас в этом году тоже запланировано, вообще сейчас идут конкурсные процедуры по ремонту 93 контейнерных площадок. Есть и установка стал камер. Установка камер по задумке должна поспособствовать борьбе с выбросом негабаритного мусора. Таковой, согласно правилам благоустройства, жильцы должны вывозить самостоятельно. Однако цена этих операций в нашем городе не из дешевых. Мы связались с одним из предпринимателей по имени Бахтияр, который занимается вывозом негабарита. У нас в квартире Школбрякова 25 адрес. Мы на днях там вы, у нас разобрали балкон, там деревянные рамы остались, потом металлическая решетка, килограммов 20, наверное, весит. И унитаз, и шкаф один. Вот я хотелось узнать, сколько это будет стоить вывезти? Рейс на полигон 12 тысяч. Вот загрузите сами еще 12 тысяч. Дальше мы уже сами. Нам поможет загрузить, сможете это? Могу помочь. За это нам доплатить придется или все, 12 тысяч ложится? Какой этаж? Первый этаж. Ну, без проблем могу и так. А если, например, был бы пятый этаж, нам бы доплатить, да, на полигон? Ну да, да, за любым. Цена у частных мусороуборщиков, исходя из объявлений в интернете, договорная, и в среднем составляет 10 тысяч тенге. При этом отдельно жильцам порой приходится доплачивать и за погрузку. В то же время вывоз стандартного ТБО подрядными фирмами в районах осуществляют по цене в 180-200 тенге с каждого жителя в месяц. Но подключать к делу дополнительную компанию, которая бы занималась только негабаритом, в нашем городе не намерены, сославшись на необходимость наличия конкурентного рынка. Эти услуги являются в конкурентной среде. То есть это должны быть осуществляться только предпринимателями. То есть это вопрос между предпринимателем и жителем. То есть они должны нанимать технику и вывозить это. Такие компании у нас есть, но большинство населения предпочитает лучше его вынести на контейнерную площадку. Влад Рогушев, Юрий Шаповалов, программа Факт.